Дорогие ветераны, я хотел бы сердечно всех вас, а также тех, кто не относит себя к ветеранам, но кто глубоко переживает события Великой Отечественной войны, 70-летие которого мы сегодня празднуем, сердечно приветствовать в этих стенах. Многое сказано, написано о Курской битве. Замечательные были телевизионные фильмы и художественные фильмы. И мне довольно редко приходится смотреть телевизор, но в одно из воскресеньев, когда было какое-то свободное время, я несколько часов посвятил просмотру этих фильмов и узнал то, чего раньше не знал. Может быть, даже в школе, в то время, когда Великой Отечественной войне в школьной программе уделялось достаточное время, все-таки не так ярко и не так образно представлялась трагедия нашего народа, великая жертва, которая была принесена во имя победы. И вот эти фильмы воскресили в памяти прошлое и помогли проникнуться чувством глубочайшей благодарности, в первую очередь к ветеранам, к тем, кто остался жив, но и вознести молитвы к Богу о тех, кто жизнь свою положил за Родину. Действительно, Курская битва, величайшая из, наверное, битв в истории человеческой цивилизации, ведь 2 миллиона человек столкнулись в смертельной схватке. Цифры потрясают. 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. Сейчас даже трудно представить такое количество военной техники. А там все было сконцентрировано на очень небольшом пространстве, которое действительно вздыбилось от этих взрывов, громов, орудий, от скрежета железа, от гари, копоти. Небо было закрыто. И те, кто вспоминал, и в частности, когда страна отмечала празднование 70-летия Курской битвы, эти события, то многие говорили о том, что это была страшная битва. И как только хватало у людей сил. Как выдерживали нервы. Если сопоставить это с современным поколением людей, которые страдают от стрессов в мирное время, едут лечиться, а потом рано уходят из жизни, то возникает вопрос. А что же означали те самые стрессы на Курской битве? Что означали стрессы тех, кто по команде «Вперед!» за Родину вставал из окопов и шел навстречу морю огня? Разве те стрессы можно сравнить со стрессами людей, глубоко переживающими падение акций на фондовой бирже? И ведь Господь хранил. И хранил именно тех, кто прошел через те страшные испытания. И очень ведь многие достигли преклонного возраста. И возникает вопрос, а почему же те стрессы не скосили людей? Почему умирали от пуль, а не от нервного перенапряжения? Да потому что великой и святой была цель. Люди умирали за Родину. А это святое дело. И потому никакие стрессы не были страшны. Больше того, те, кто служил в армии в то время, знают, что мало кто болел простудными заболеваниями, мало кто болел инфекционными заболеваниями. Потому что все силы организма, все силы человеческой природы концентрировались на то, чтобы победить. И вот это сравнение, оно заставляет о многом подумать. Современный человек стремится к комфорту, к благополучию. Но ведь за комфорт и благополучие никто не отдаст своей жизни. Потому что, если отдавать жизнь за комфорт и благополучие, ну, убили человека, а кто же комфортом и благополучием будет наслаждаться? Никто не пойдет в атаку за увеличение зарплаты или же за приобретение недвижимости. То есть за те ценности, которые сегодня являются приоритетными для огромного количества людей. А за что же идут насмерть? А идут насмерть за священные ценности, за абсолютные ценности. И мы знаем, что одной из таких ценностей является защита Отечества. И ведь не боялись, хотя и страх присутствовал, но превозмогали страх и шли в атаку. И погибали. И становились инвалидами. Но выигрывали битву за битвой и освободили наше Отечество. Вот сегодня, когда смещаются приоритеты, ценностные установки, очень важно напоминать молодому поколению, среднему поколению людей, вовлеченных вот в эту круговерть повседневной жизни с этими мелкими целями, часто с очень недостойными целями, на достижения которых тратятся все силы, напоминать о подлинных целях и ценностях человеческой жизни. Конечно, об этом пишутся книги и ставятся фильмы, как я уже об этом сказал, но самое важное свидетельство несут те, кто был очевидцем и участником тех героических событий. Поэтому невероятно велико значение ветеранов, как живых свидетелей великого подвига нашего народа, как живых свидетелей того, как люди отдавали жизнь для того, чтобы освободить свою страну от иноземных захватчиков. И вот это свидетельство способно воздействовать на сознание, а более всего на сердца современных людей. И мы знаем, что слова ветеранов воспринимаются и молодыми, и средним поколением, потому что это подлинные слова, это не сказки, это реальное свидетельство о реальных событиях. Поэтому я хотел бы низко поклониться всем вам, дорогие ветераны, подвигу вашей жизни, вашим победам во время войны, и сказать, что мы все, те, кто не участвовал в Великой Отечественной войне, но кто сегодня особенно сознает роль и значение всенародного подвига защиты Отечества, связываем с вами свои надежды. Вам сегодня тоже нужно одерживать победы над цинизмом, над безразличием, над потерей исторической памяти, над искажением системы ценностей, победы на фронте воспитания нашей молодежи и тех людей, которые не помнят грозных лет войны. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас за все то, что вы сделали в годы войны, но также особенно поблагодарить за то, что многие из вас сегодня совершают, неся свидетельства о легендарном подвиге нашего народа. И Курская битва, как переломный момент Великой Отечественной войны, навсегда должно остаться в памяти нашего народа, как событие эпохального значения. И радуюсь, что в этом году торжественно, всенародно это событие отмечается в связи с его семидесятилетием. Я хотел бы, кроме слов благодарности и иным образом выразить свое чувство восхищения и тоже с чувство благодарности в отношении некоторых представителей ветеранского корпуса города Москвы. И прошу огласить патриаршую грамоту. Указом Святейшего Патриарха Московского Евсияруси Кирилла во внимании к проявленному мужеству в годы Великой Отечественной войны и в связи с 70-летием победы в Курской битве орденом Русской Православной Церкви Святаго Благоверного Князя Даниила Московского Третьей Степени награждаются Михайлов Вячеслав Григорьевич Долгих Владимир Иванович Слухай Иван Андреевич Орденом Русской Православной Церкви Святаго Благоверного Князя Дмитрия Донского Третьей Степени награждаются Москвителев Николай Иванович Бопов Константин Ильич Терехов Петр Федорович По поручению фронтовиков Решите нам Владимир Владимир Иванович Вручите вам Нашу награду Аплодисментy АПЛОДИisoft Аплодисментy 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 Him Аплодисментy мои дорогие, поздравляю с 70-летием Великой Победы на Курской Дуге и дай Бог вам всем здоровья и долгих лет жизни и активной деятельности на благо Отечества. С праздником!